Британская компания Астон Мартин объявила о торговой и инвестиционной сделке в размере 500 миллионов фунтов стерлингов между Соединенным Королевством и Японией, пишет BBC. Производитель люксовых автомобилей заявил, что увеличит экспорт в Японию, откроет ряд новых офисов в следующем году и расширит свою дилерскую сеть. Сделка сроком на 5 лет принесет пользу заводам компаний на территории Британии. О сделке заявил президент и главный исполнительный директор Астон Мартин Энди Палмер во время своего визита в Японию в составе британской делегации, сопровождающей Терезу Мэй. Премьер-министр Британии сейчас вовсю стремится смягчить озабоченность Японии в отношении Brexit и активизировать торговые переговоры. Мэй отметила, что инвестиции жизненно важны для страны. Цитата. Поскольку мы готовимся покинуть Европейский Союз, жизненно важно, чтобы мы основывались на существующих связях с друзьями и союзниками. Астон Мартин яркий пример инновационной мировой компании, которой гордится Великобритания. И я рада, что она присоединяется ко мне в этой важной торговой миссии, сказала Мэй. По условиям договора экспорт заводов, который оценивается в 400 миллионов фунтов, будет увеличен за счет выпуска новых спортивных автомобилей и внедрения первого полноприводного внедорожника компании. Великобритания. Цитата. Но хотя экономическая трансформация Китая еще далека от завершения, достигнутый прогресс впечатляет. Экономическая сила страны быстро увеличивается. Размеры внутреннего рынка стремительно растут. Вскоре он может стать крупнейшим в мире. Внутренний рынок Поднебесный становится источником силы страны. А это значит, что решения, которые в ближайшее время будут приняты по этому вопросу, во многом определяют глобальные позиции Китая на десятилетия вперед, заключает автор. Ураган Харви на минувших выходных бушевал в южной части штата Техас и стал причиной крупного наводнения. Метеорологи говорят о том, что в наиболее пострадавших местах выпадет еще до 130 миллиметров осадков. Как пишет автор The Week Райан Купер, эта ситуация в сжатом виде показывает нам, к чему может привести изменение климата, если человечество не сможет сократить выброс в атмосферу парниковых газов. Нельзя однозначно сказать, вызван ли ураган глобальным потеплением. Однако уже сегодня можно утверждать, наука о климате предсказывает увеличение вероятности экстремальных погодных явлений, которые вызваны повышением температуры. Цитата. Это приведет к тому, что формирующиеся ураганы будут мощнее. Возможно, произойдет также увеличение количества ураганов, хотя это сложнее предсказывать с определенной долей уверенности, говорится в статье. Как подчеркивается в докладе Межправительственная группа по изменению климата 2014 года, повышение температуры вызывает более сильные экстремальные явления в области осадков в обоих направлениях, как в случае засухи, так и в случае наводнений. Хотя, вероятнее всего, территорий с обильными осадками будет больше. Так ураган Харви оказался, скорее всего, более мощным, чем он был бы в случае отсутствия потепления, вызванного человеком, отмечают эксперты. Исследователи утверждают, что на планете началась эра массового вымирания видов. За последние десятилетия планета лишилась миллиардов популяций животных. Ученые обнаружили, что на сегодняшний день около трети из тысяч видов, чьи локальные популяции стремительно исчезают, не считаются находящимися под угрозой вымирания. На основании, доступной для изучения детальной статистики, по наземным млекопитающим количество почти половины из них уменьшилось на 80%. Цитата. С лица планеты исчезли миллиарды популяций млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. На основании этих данных был сделан вывод о том, что шестое массовое вымирание намного опаснее, чем казалось ранее. Выявило исследование. По мнению ученых, еще есть время, чтобы попытаться замедлить негативные тенденции в животном мире. Однако перспективы сложно назвать радужными. Все указывает на то, что в последующие два десятилетия будут предприняты еще более разрушительные посягательства на биологическое разнообразие планеты, что поставит под угрозу будущее не только животного мира, но и самого человечества, пишет издание. Природа вымирает из-за разрушения среды обитания, избыточной охоты, загрязнения окружающей среды, конкуренции со стороны других видов, а также изменения климата. Однако в основе всех этих факторов лежит перенаселение и продолжающийся рост населения, а также избыточное потребление, в особенности наиболее обеспеченными представителями человечества, заявляют ученые. Редактор субтитров А.Семкин